Глава 4. Криминально-коррупционные будни ФРС. Самая крупная афера ФРС в 21 веке. Сегодня мировая закулиса, чувствуя свою силу и безнаказанность, почти перестала беспокоиться о том, чтобы скрывать свои секреты. Кажется, что после грандиозных утечек конфиденциальной информации Пентагона, Государственного департамента и других американских ведомств США, организованных через сайт Wikileaks, закрытых и незасвеченных тем в мировом информационном пространстве уже не осталось. Однако есть одна тема гриб-секретности, с которой мировая закулиса снимать не собирается. Это тема легитимности существования и деятельности Федеральной резервной системы США, которая, как известно, является неофициальным штабом мировой финансовой системы. Интерес к этой теме особенно высок сегодня, поскольку ФРС в период последнего финансового и экономического кризиса стала действовать особенно нагло, попирая все нормы американской конституции и американского законодательства. А также нормы международного права. Вся мощь того же Пентагона и влияние того же Государственного департамента США зависит напрямую от печатного станка ФРС. Поэтому гриб-секретности на всех документах Федерального резерва намного выше, чем на документах обычных государственных ведомств США и даже Белого дома. На информацию о тех событиях, которые происходили вокруг ФРС в последние 2-3 года, цензура мировой закулисы наложила свою тяжелую лапу. Ни одна влиятельная газета на Западе, почти ни одно из известных периодических изданий в России даже не рискнули прикасаться к теме тех преступлений, которые завершили в годы последнего кризиса хозяева ФРС. Попытаемся приоткрыть эту завесу секретности. Для этого мы сначала предложим отрывок из нашей книги о проценте. Судном, подсудном, безрассудном. Рукопись книги была закончена весной 2010 года. Поэтому некоторые тезисы из предлагаемого открывка выглядели лишь как возможные версии или гипотезы. Далее мы дадим самые свежие материалы, относящиеся к рассматриваемой теме. Они подтверждают правильность ранее высказанных нами версий. Часть первая. Доллары с вертолетов. Отрывок из книги о проценте судном, подсудном, безрассудном. Хрестоматия современных проблем денежной цивилизации. Всем хорошо известна сказанная в начале нынешнего кризиса шутка нынешнего руководителя ФРС Бена Бернанке. Если у Америки появятся проблемы с денежной массой, то Федеральный резерв может начать разбрасывать доллары с вертолетов. А профессиональные экономисты уже успели придумать научное обоснование и научный термин для подобной военно-воздушной операции. Количественное облегчение. В переводе на более понятный язык это означает не что иное, как увеличение предложения денег. Термин «количественное облегчение» был введен в 2001 году Банком Японии после того, как ставка процента упала до нуля, а все возможности использования этого инструмента денежно-кредитной политики были исчерпаны. В США в 2009 году ставки ФРС также были на беспрецедентно низком уровне от 0,5 до 0,25%. Фактически речь идет о том, что при три столетия назад предприняли во Франции регент французского короля Людовик XV, герцог Орлеанский и его экономический советник Джон Лоу, когда они создали подобие Центрального банка и наделили его правами печатать необеспеченные золотом банкноты. Реализация этого проекта привела к тому, что вся страна оказалась наводнена бумажными деньгами, покупательная способность которых в одночасти упала почти до нуля. После этого в стране возник жесточайший кризис. Подробнее смотрите мою книгу «Глава 6. Денежная революция. Создание центральных банков. Раздел Банк Франции». Во всякой шутке всегда есть доля правды, в том числе и в шутке Бернанке. Судя по всему, Америка начала их разбрасывать. Правда не с вертолетов и не всем, а только нужным и проверенным людям. Почему проверенным? Потому что доллары незаконные, а значит фальшивые. Поэтому об их незаконном происхождении никто из посторонних лиц, то есть не входящих в узкий круг мировых ростовщиков, не должен знать. То, что банки с частичным резервированием являются фактически фальшивомонетчиками, мы уже говорили. Но что такое фальшивомонетчество? Хотя бы прикрыто фиговым листочком каких-то невнятных законов и разными теориями профессиональных экономистов, а мы говорим о фальшивомонетчестве буквальном. В течение 2009 года информационное агентство Bloomberg несколько раз сообщало о том, что в период с сентября 2008 по апрель 2009 года ФРС США выдало в порядке финансовой помощи банкам и другим частным институтам средства на сумму около 9 триллионов долларов. В англоязычных источниках эта помощь обозначается словами «buy load», который в последние 2-3 года стал самым популярным в публикациях о деятельности центральных банков в борьбе с экономическим кризисом. В наших СМИ его иногда переводят, используя образное слово «спасательный круг». Следует иметь в виду, что спасательный круг банкам и компаниям в виде «buy load» может принимать форму не только живых денег, денежный агрегат М0, но также различных гарантий, кредитных линий и программ, поручательств, то есть обязательств, требования по которым могут возникнуть лишь при определенных обстоятельствах. Образно выражаясь, это не сам спасательный круг, а обещание бросить его в том случае, если получатель обещания, исчерпав все другие возможности спасения, действительно начнет тонуть. Напомним, что Bloomberg, информационное агентство, которое подало в суд на Федеральный резерв с требованием раскрыть сведения, кому и на каких условиях Центральный банк США передал 2 триллиона долларов в рамках мероприятий по борьбе с кризисом. Как указано в иске программы экстренного кредитования, всего их было 11, превратили всех американских налогоплательщиков в невольных инвесторов. Беспрецедентное количество денег было одолжено финансовым институтом беспрецедентными способами, а ФРС отказывается раскрывать любую деталь этих беспрецедентных судов, рассказал главный редактор Bloomberg, Neffs, Мэтью Уинклер. Мы спросили суд, почему граждане не имеют права этого знать. ФРС должна отчитаться за свои решения, согласился с позицией агентства Bloomberg конгрессмен от Флориды, Алан Грейса. Одно дело говорить о том, что ФРС независимый институт, и совсем другое, что оно может держать нас в неведении. Суд округа Манхэттен, Нью-Йорк, удовлетворил инстиск информационного агентства еще в августе 2009 года. Другое дело, что ФРС до сих пор саботирует исполнение судебных предписаний, что лишний раз доказывает, хозяевам Федерального резерва есть что скрывать. Это судебное разбирательство дало толчок к подготовке в Конгрессе США законопроекта, ограничивающего независимость Центрального банка США. Дело о неучтенном выпуске громадной массы долларов неоднократно рассматривалось в Конгрессе США. Еще в феврале 2009 года сенатор Байрон Дорган, демократ от штата Северная Дакота, выступая в Верхней Палате, Конгресс США заявил, «Мы видели, как деньги выходили через заднюю дверь правительства, чего никогда не было в истории нашей страны. Никто не знает, сколько вышло из Федерального резерва, в чей адрес и на каких условиях, сколько вышло из ВДИК, это Федеральная корпорация страхования депозитов, входящая в систему органов исполнительной власти правительств США, «Сколько вышло по линии ТАРП?» Это программа спасения проблемных активов, разработанная в 2008 году и известная как план Полсона. Полсон – министр финансов в правительстве Джорджа Буша. Первоначально программа была направлена прежде всего на рекапитализацию банковской системы США. С приходом к власти президента Барака Обамы в программу ТАРП были внесены коррективы, ее стали иногда называть планом Обамы. Когда и почему? Для выяснения поставленных законодателями Америки вопросов о финансовой помощи банкам и другим организациям со стороны Федерального резерва в Конгресс США был приглашен генеральный инспектор ФРС в лице дамы по имени Элизабет Колман. Дама не смогла дать вразумительного ответа ни на один из заданных ей конгрессменом Алланом Грейсоном вопросов. Фрагмент указанного слушания в Конгрессе в переводе на русский язык можно найти в интернете. Проблема непрозрачности принимаемых руководством ФРС США решений и конкретных кредитно-эмиссионных операций усугубляется еще тем, что начиная с 2006 года денежные власти США перестали публиковать статистические данные по денежному агрегату М3. М3 один из самых широко денежных агрегатов, который позволяет оценивать общую ситуацию в денежном хозяйстве. Помимо наличных денег включает безналичные или депозитные деньги, а также различные ликвидные ценные бумаги, включая коммерческие бумаги. Это затрудняет понимание сторонниками по отношению к ФРС лицам того, как меняется денежная и долларовая масса в широком смысле, включая кроме наличных денег различные финансовые инструменты, обязательства по которым номинированы в американской валюте, в Америке и в мире. Такая мутная вода не позволяет даже опытным финансовым аналитикам оценивать точно и оперативно ситуацию на финансовых и их рынках, что, впрочем, и нужно хозяевам ФРС для достижения своих целей. Вот некоторые размышления по поводу этой странной информации, содержащиеся в одном из российских аналитических материалов. Неучтенные эмиссию владельцы ФРС проводят не только в безналичном виде, но и в наличном виде. Просто печатают банкноты. Риска здесь практически никакого нет. Во-первых, ФРС является высшей арбитражной инстанцией, которая может определить, какая из купюр с одинаковыми серийными номерами действительно выпущена ФРС, а какая при ее стопроцентной идентичности является якобы подделкой. Опровергнуть заключение ФРС не может никто, даже если все будут понимать, что все купюры и настоящие поддельные напечатаны на одном и том же станке. Да и вероятность, что купюры с одинаковыми номерами встретятся в одном месте очень малой. Не обязательно даже использовать одинаковые номера и серии. Можно печатать неучтенные серии и распространять их через подконтрольные банки подальше от США. Для того, чтобы застраховаться от возможных скандалов с выпуском неучтенных долларов, США, по мнению анонимного автора, цитированного выше материала, активно распространяют по всему миру слухи. Слухи о том, что фальшивомонечеством занимаются другие страны. Не зря с 90-х годов были запущены и до сих пор поддерживаются слухи о том, что якобы Иран научился идеально подделывать доллары и ежегодно выпускает по 5 миллиардов поддельных долларов, которые не отличишь от настоящих. Трудно сказать, насколько вся приведенная выше информация о неучтенной эмиссии американской валюты достоверна. Вряд ли, конечно, неучтенная эмиссия может иметь такие масштабы, как отмечается в информационных агентствах. Может быть, неучтенной эмиссии живых денег ФРС вообще не было. А речь шла о выдаче федеральными резервными банками лишь гарантий и иных обязательств, которые позволяли развязывать такие узлы неплатежей и долгов в банковской системе США. Именно так многие трактуют те цифры триллионов долларов, которые попали в СМИ через публикации агентства Bloomberg. Например, Марк Питман и Боб Айври полагают, что речь идет о программах заимствований и гарантиях, почти полностью обеспечиваемых Федеральным резервом и ВДИК, Федеральной корпорации страхования депозитов. Имена получателей не были раскрыты. Однако, эмитентам таких обязательств, с нашей точки зрения, учитывая состояние мировой и американской экономики, рано или поздно придется столкнуться с предъявлением требований об их погашении живыми деньгами. Вот на следующем витке кризиса и возникнет ярко выраженное несоответствие между объемом выданных обязательств и наличием имеющейся массы живых денег. Вот тогда перед ФРС США встанет острая дилемма, либо объявлять дефолт по выданным обязательствам, либо действительно напечатать астрономические суммы живых денег для покрытия этих обязательств. По мнению некоторых авторов, как зарубежных, так и отечественных, трансформация гарантий и кредитных программ в реальные живые деньги уже произошла. Так Олег Сулькин в ноябре 2009 года писал. Опасения по поводу бесконтрольных эмиссий долларов эксперты начали высказывать еще в начале этого 2009 года. По их мнению ФРС, Минфин и Агентство по страхованию вкладов США имеют в виду ДИК, готовы выделить на спасение финансовой системы до 9,7 трлн долларов. По некоторым оценкам, антикризисные меры включали в себя триллион долларов в виде пакета по стимулированию экономики, прежде всего упоминавшаяся нами программа ТАРП. Около 3 трлн кредитов и 5,7 трлн в виде соглашений с банками и корпорациями о предоставлении финансовой помощи. Между тем, баланс ФРС на настоящий момент составляет около 2,5 трлн долларов. Эту цифру с некоторыми оговорками можно принять за официальную сумму антикризисной эмиссии. Куда же тогда делись еще более 7 трлн, которые насчитали эксперты? Автор статьи тут же дает ответ. Поначалу речь шла лишь о возможности такой эмиссии, неучтенной эмиссии долларов ФРС. Сегодня эксперты полагают, что план уже выполнен, а может быть и перевыполнен. Олег Сулькин на Капитолистском холме идут ищут след нескольких трлн неучтенных долларов. Итоги номер 46.09.11.2009 года. Таким образом, по мнению Олега Сулькина, за период в несколько месяцев в 2009 году в мировое денежное обращение нелегально было вброшено не менее 7 трлн долларов, что примерно в 3 раза превышает легальную денежную массу. По нашему мнению, такой вброс привел бы к гораздо более серьезному всплеску инфляции в мире по сравнению с тем уровнем инфляции, который фактически наблюдается. То есть, по нашему мнению, вброс этих трлн долларов еще не произошел. В любом случае, информационное агентство Bloomberg совершенно правильно определило болевую точку денежной системы США – непрозрачность операций ФРС. которая создает благоприятную питательную почву для разных нарушений и даже преступлений. Нарушения и преступления, жертвами которых становятся не только рядовые граждане США, но также жители всех тех стран денежной системы, которых так или иначе привязаны к американской валюте. Часть 2. Ситуация по состоянию на начало осени 2011 года. По данным информационного агентства Bloomberg, документам Конгресса США в 2009-2010 годах в Конгрессе США происходили бурные дебаты по поводу бесконтрольности Федерального резерва, предполагаемых нарушений этой организации, американских институций и других законов США, отказа представить информацию о денежных вливаниях в американскую финансовую систему и т.п. Результатом этих дебатов стало беспрецедентное решение Конгресса о проведении аудита проверки операции Федерального резерва, чего не было за почти вековую историю существования этой организации, созданного в декабре 1913 года. Такой аудит был проведен счетной палатой под руководством двух членов Верхней Палаты Американского Конгресса, сенаторов Берни Сандерса и Джима Деминта. Первый является независимым сенатором второй республиканец. Вот некоторые результаты проверки, которые стали известны летом 2011 года и оказались шокирующими для членов Конгресса и всех тех, кто ознакомился с аудиторским отчетом. В период с декабря 2007 года по июнь 2010 года ФРЭС выдала кредиты на сумму 16 трлн долларов. Эти операции не отражались в балансах и другой официальной финансовой отчетности Федерального резерва. Следовательно, операции были тайными. Чтобы понять масштабность операций, отметим, что воловой внутренний продукт США в прошлом году составил около 14 трлн долларов, а общий государственный долг США сегодня оценивается в 14,5 трлн долларов. Решения о выдаче принимались без согласия с президентом США, Конгрессом и правительством США. Руководители страны даже не ставились в известность об их операциях. Почти все деньги пошли на выкуп так называемых токсичных активов-заемщиков. Иначе говоря, секретная эмиссия долларов была осуществлена под бумаги, представляющие собой обычную макулатуру. Мы выражаемся образно. Часто активами оказывались вообще электронные записи, не имеющие никакого отношения к материальному миру. В теории имеется в виду, что активы будут со временем выкуплены должниками у Федерального резерва, и гигантская денежная масса в размере 16 млрд будет в конце концов аннулирована. Это в теории, а на практике ни один доллар, ни один цент долга до сих пор не погашен. Да и никто и не собирается погашать эти долги. Теперь самое интересное. Кому деньги были прозданы? Они разошлись по разным частным банковским и финансовым организациям. ФРС спасала финансовых жуликов с их токсичными активами, как в Америке, так и во всех частях мира. В результате проведенного аудита фактически были засвечены все основные, приближенные к мировой финансовой элите банки, через которые кровь экономики, деньги поступают в каналы обращения всех стран мира. ФРС – это верхний этаж мировой финансовой системы, а банки-получатели кредитов ФРС – второй этаж. Далее следуют другие этажи. Российские банки находятся где-то в самом низу этой финансовой пирамиды или башни, можно даже сказать в подвальном этаже. Приведем список тех, кто приближен к ФРС. В скобках указаны суммы полученных кредитов ФРС в миллиардах долларов. Морган Стэнли – 2004, Мэри Линч – 1949, Банк оф Америка – 1344, Барклайс – 868, Бэр Стернс – 853, Голдман Сакс – 814, Роял Банк оф Скоттланд – 541, ГП Морган – 391, Дойча Банк – 354, Кредит Швиц – 262, УБС – 287, Лемон Бразерс – 183, Бэнк оф Скоттланд – 181, БНП Парибас – 170. Более мелких получателей кредитов ФРС мы здесь не приводим. Вместе с тем даже банк БНП «Парибас», который в нашем списке оказался последним, получил сумму кредитов, сопоставимую с общей суммой вливаний, которые в ходе последнего кризиса наши денежные власти, Банк России и Министерство финансов России, сделали во всю банковскую систему России, насчитывающую в общей сложности более тысячи коммерческих банков. Примечательно, что целый ряд получателей кредитов ФРС на американские и иностранные банки, английские, Берклайс, Ройал Банков Скотланд, Банков Скотланд, Швейцарский кредит Швиз, УБС, немецкий банк, Дойчий банк, французский банк, БНП, «Парибас» указанные в банке, нерезиденты получили от Федерального резерва около 2,5 трлн долларов. Здесь американские законодатели усмотрели двойное преступление. Это не просто тайная операция. Но операция по выдаче кредитов нерезидентам, что требует обязательного согласования с американскими властями. Итальянский журналист, депутат Европарламента Джульетто Кьезо в начале текущего года дал интервью, которое было размещено в интернете под названием «Эксперт». Этим миром правит 9 человек. В нем со ссылкой на публикацию в Нью-Йорк Таймс середины декабря 2009-2010 года он сообщил, «Миром управляет всего 9 человек. Это руководители 9 мировых банков. Все из приведенного выше списка. Именно они являются тем мировым политбюро, которое предпринимает судьбоносные решения в области мировой политики, экономики и финансов. А организации типа Бильдербергского клуба – это ежегодные съезды или пленумы мировой закулисы, типа съезды в КПСС или пленумы в ЦК КПСС, на которых остальные члены мировой элиты информируются об исполнении ранее принятых решений и утверждают новые решения, проекты которых заранее готовят члены культеров. Информации известного итальянского журналиста и политика, а также американской газеты Нью-Йорк Таймс вполне можно доверять. Она вполне корреспондирует с данными из многих других источников. Стоит лишь добавить, что кроме указанного политбюро, у мировой закулисы имеется еще один высший орган, о котором информации еще меньше. Речь идет о главных акционерах Федерального резервного банка Нью-Йорка. Это главный банк из 12 федеральных банков, составляющих ФРС. Главные акционеры – Ротшильды и Рокфильдеры. Они составляют малое политбюро, которое возвышается над упомянутой группой девяти. Безусловно, Ротшильды и Рокфильдеры участвуют в капитале трех банков, которые получили и продолжают получать триллионные транши ФРС. Таким образом, Ротшильды и Рокфильдеры получают не просто сверхприбыли, а сверхприбыли в квадрате, так как одновременно выступают в двух ипостасях. Как кредиторы, получающие проценты с выданных кредитов. Как получатели кредитов, которые они отдавать не собираются. Подробнее о Малом Политбюро, главных акционерах ФРС, можно почитать в интересной книге Николаса Хаггера «Синдикат», которая была переведена на русский язык и сейчас имеется на полках наших книжных магазинов. Спрашивается, какое отношение вся эта скандальная информация имеет к России? Самое непосредственное. Как известно, наша денежно-кредитная система основывается на американском долларе. Рубли, попадающие в каналы денежного обращения России, это фактически перекрашенные зеленые бумажки. Центральный банк Российской Федерации, Банк России, вбрасывает рублевые знаки в экономику в результате операции по покупке иностранных денежных знаков на российском валютном рынке. Доллары попадают на этот рынок от экспортеров нефти и других природных ресурсов. Фактически, наш ЦБ участвует в жульнических операциях ФРС, выполняя у Федерального резерва роль мальчика на побегушках. Федеральный резерв занимается фальшивомонечеством в особо крупных размерах, а Банк России реализует часть этой фальшивой зеленой бумажки, проводя операцию по ее перекрашиванию. Российский рубль в этой связи столь же нелегитимен, как и доллар США, под который он выпущен. Мы сейчас даже не обсуждаем вопрос о том, что он ничем не обеспечен. По скриптам. Обратим внимание, высшим органом управления Банка России является Национальный банковский совет. Таким образом, вертикальность власти в нашем ЦБ возглавляет не Игнатьев, председатель Банка России, а Кудрин, председатель НБС. На протяжении всех лет он, как глава НБС, успешно отбивал все атаки со стороны Счетной палаты РФ и некоторых депутатов Государственной Думы, которые требовали полного аудита Банка России. Главным аргументом Кудрина был тезис о независимости ЦБ от всех ветвей власти РФ. Этакое государство в государстве. Фактически, Банк России имеет экстратерриториальный статус, его кусочек Федерального резерва на российской территории. Несмотря на отставку с поста министра финансов, Кудрин продолжает сохранять не менее важную должность главы государства в государстве под кодовым названием Банк России. Более правильное название этого института – филиал Федеральной резервной системы в Российской Федерации. Количественное смягчение или коррупция в особо крупных масштабах. Тема количественных смягчений – один из хитов мировых СМИ в сентябре 2012 года. 13 сентября стартовала третья программа так называемых количественных смягчений Федеральной резервной системы США. По-английски ее коротко называют Q3. По-русски ее можно обозначить КС-3. Что такое количественное смягчение? Термин «количественное смягчение» – новый в словаре экономистов, финансистов, политических деятельных журналистов. В конце прошлого века он встречался только в некоторых узкоспециализированных работах по макроэкономике, но практикам был абсолютно не знаком. Лишь во время последнего финансового кризиса, начавшегося в Америке в 2007-2008 годах, Федеральной резервной системе США, Конгрессе США, Белом доме, все словно по команде наперебой стали использовать это мудреное словосочетание. Американцы – мастаки изобретать новые слова для того, чтобы затуманить истинный смысл явлений. В переводе же на простой язык «количественное смягчение» означает ничто иное, как включение на полную мощность печатного денежного станка безудержную эмиссию доллара. Лишь некоторые американские эксперты совершенно правильно напоминают, что бесконтрольное пользование печатным станком денежными властями всегда порицалось, рассматривалось как глубокое, грубое злоупотребление своими полномочиями. Даже криминалам экономисты объясняли, почему переполнение каналов обращения избыточной денежной массы порождает инфляционный рост цен, вызывает нарушение макроэкономического равновесия, уничтожает стимулы к производительному труду, усиливает социально-имущественную поляризацию общества. Все это было прописано в любом западном учебнике по экономике и заучилось студентами, как таблицу ножа. Когда-то в старые добрые времена во многих странах печатным станком управляло государство, поручая это ответственное дело казначейству, Министерству финансов. Иногда, особенно во время войн, государство действительно увеличивало выпуск денег, что, впрочем, часто помогало выигрывать войны или, по крайней мере, спасало от военных поражений. Частные банкиры на протяжении длительного времени стремились взять под контроль печатный станок. С их легкой руки появилось глубокомысленное исследование, доказывающее, что единственным способом избежать злоупотребления в деле выпуска денег является передача печатного станка от государства к частным банкирам. При этом всячески смаковались различные истории, описывавшие злоупотребление государственных властей в сфере денежного обращения. В итоге банкиры добились своего. Почти 100 лет назад, в декабре 1913 года, в Америке произошла торжественная передача конгрессам этого станка крупнейшими частными банкирам, которые объединились под вывеской Федеральной резервной системы США. В эпоху золотого стандарта ФРС ввела себя более или менее пристойно, поскольку объем денежной массы лимитировался золотым запасом частных банков. Окончательный крах Бреттон-Вудской системы в 70-е годы прошлого века привел к тому, что золотой тормоз был окончательно снят с печатного станка ФРС, и банкиры не смогли устоять перед искушением. Они стали разгонять печатный станок. На протяжении последних 40 лет происходило неуклонное увеличение зеленой денежной массы, которая начала затоплять мировые товарные и финансовые рынки. Надеюсь, теперь понятно, почему потребовался термин «количественные смягчения». Банкиры ФРС пытаются им, как фиговым листком, прикрыть свои злоупотребления и делают все возможное, чтобы люди забыли о тех аргументах, которые они в свое время использовали для захвата денежной власти в стране. Каноны, складывавшиеся на протяжении двух столетий экономической науки в условиях господства печатного станка, сегодня всеми забыты. Один из канонов – денежные власти должны управлять экономикой в первую очередь с помощью процентной ставки, делая деньги дорогими или дешевыми. Но в условиях, когда монетарная масса измеряется даже не миллиардами, а триллионами национальных единиц – долларов, евро, рублей и т.д., денег становится столько, что процентные ставки по кредитам оказываются ниже 1% в год. В США ставка учетного процента по кредитам ФРС со временем последнего кризиса находится на уровне от 0 до 0,25%. В некогда хваленной Японии процентные ставки Центрального банка на нулевой отметке уже целое десятилетие. Денег море, но они не работают на развитие производства и удовлетворение потребностей любви. Инструмент процентных ставок вышел из строя. Денежный рынок, как его раньше описывали в учебниках, приказал долго жить. Все это не имеет ничего общего с классическим капитализмом и даже с государственно-монополистическим капитализмом, сложившимся после Второй мировой войны. Создается административно-командная система производства и распределения денег под вывеской количественных смягчений. Программы количественных смягчений ФРС Стартовавшая 13 сентября 2012 года, программа количественных смягчений уже третья программа ФРС. Идеологом КС выступает нынешний председатель ФРС Бернанке, который на этом посту сменил легендарного Гринспина. А с самого начала за Бернанке закрепилась кличка «Мистер Вертолет». Когда-то он сказал, что пока существует ФРС, Америка никогда не будет испытывать недостатка денег. При необходимости Федеральный резерв организует разбрасывание долларов с вертолетов. Конечно, до вертолетов дело не до что. Но разбрасывать деньги, миллиарды и триллионы долларов Бернанке начал уже с конца 2008 года, когда ФРС торжественно объявила о старте первой программы количественных смягчений – КС-1. Целью программы было преодоление финансового кризиса, который бушевал в стране с 2007 года, и особой остроты достиг осенью 2008 года, когда произошло банкротство банка «Лемон Бразерс». Тушение пожара кризиса сначала ввели с помощью государственных бюджетных средств. Речь идет о программе ТАРП и некоторых других программах Министерства финансов. В общей сложности из бюджета было потрачено 1,2 триллиона долларов. Но этого оказалось недостаточно. Потребовалось подключить Федеральную резервную систему. Реализация КС-1 осуществлялась до марта 2010 года. Она заключалась в том, что Федеральные резервные банки, их всего 12, самый мощный среди них ФРБ Нью-Йорка, выкупали у коммерческих и инвестиционных банков ипотечные бумаги и государственных объем агентств Фенни Мэй и Фредди Мак. Происходила очистка балансов банков от плохих активов в обмен на законные деньги, которые создавались печатным станком ФРС. К весне 2010 года грозовые тучи кризиса стали расходиться. Программа КС-1 была закрыта. По данным ФРС, в рамках КС-1 было выпущено примерно 1,7 триллиона долларов. Денежные власти страны, Министерства финансов и ФРС надеялись, что экономику наконец-то удастся запустить. Поэтому дальнейших денежных вливаний не происходило. Более того, разбухшая денежная масса даже несколько сокращалась летом 2010 года за счет погашения части ранее выданных кредитов. Однако терапевтический эффект КС-1 был достаточно кратковремен. Поздней осенью 2010 года ФРС вынуждена была начать программу КС-2. Она продлилась до середины 2011 года. Представляла собой покупку долговых обязательств облигаций Министерства финансов США. В рамках КС-2 в общей сложности было выпущено 600 миллиардов долларов. Как и в случае с КС-1, терапевтический эффект второй программы оказался очень краткосрочным. 26 августа 2011 года председатель ФРС Бернанке выступал на традиционной встрече в Дженсен-Холл, штат Вайоминг. Все присутствующие ожидали объявления начала следующего третьего раунда КС. Однако денежные власти решили рискнуть и притормозить дальнейшую денежную эскалацию, отказавшись от программы КС-3. Особых объяснений Бернанке не стал давать. Но можно предположить, что хозяева ФРС решили не дразнить гусей. Слишком агрессивно по отношению к ФРС стал настроен Конгресс США. В это время выплывали один за другим скандалы, связанные со злоупотреблениями ФРС. Например, подозрение в забалансовых операциях, отказ Федерального резерва раскрыть информацию о том, кому конкретно он дает миллиарды долларов и так далее и тому подобное. Дело дошло даже до того, что отдельные избранники народа стали требовать ликвидации ФРС, усечения полномочий Федерального резерва, его национализации, проведения глубокого аудита и тому подобное. Именно в это время стало зарождаться движение «Оккупируй Уолл-Стрит». Не исключается также, что программу КС-3 решили придержать до осени 2012 года, чтобы обеспечить благоприятный экономический фонд претенденту на пост президента США от Демократической партии. Короче, решили продержаться около года без КС, опираясь на другие средства финансовой и экономической стабилизации. И вот, в конце августа 2012 года Бернанке опять выступает в Джексон Хоуле. На этот раз участники встречи облегченно вздохнули. Председатель ФРС торжественно объявил о готовности начать третий раунд КС. 13 сентября, согласно официальному решению Совета Мудрецов, ФРС, членов комитета по операциям на открытом рынке, программа КС-3 взяла свой старт. Сроки ее не определены, но четко сформулирована цель – поддержание занятости в американской экономике. Это одна из стратегических целей Федерального резерва, которая записана в законе о ФРС, но о которой денежные власти почти 100 лет существования ФРС вспоминали крайне редко. А сейчас вспомнили, потому что уровень безработицы достиг в стране критической отметки 8% по отношению к экономически активному населению еще в 2008 году, данные официальной статистики. С тех пор не опускался ниже этой отметки. Даже несмотря на программы КС-1 и КС-2 и различные социальные и экономические программы Федерального правительства, в рамках КС-3 запланировано впрыскивание в американскую экономику денег в размере 40 миллиардов долларов в месяц до тех пор, пока не начнется заметное снижение безработицы. То есть программа бессрочная. Пополнение экономики деньгами предполагается через выкуп на рынке все тех же ипотечных бумаг, которые выпускались в рамках КС-1. Каковы ожидаемые результаты КС-3? Начнем с того, что на длительный положительный эффект от реализации КС-3 в Америке мало кто рассчитывает. Это еще при подготовке к реализации программы КС-1 имели место философские рассуждения о плюсах и минусах количественных смягчений. Были также чудаки, которые тогда свято верили, что такие смягчения могут стать спасательным чудом для американской экономики. Чудо не произошло. Чудаков не осталось. Все понимают, что денежные инъекции в рамках КС-3 очередная порция наркотиков, которая на время смягчит агонию американской экономики. Краткосрочный эффект будет. Эксперты называют срок от 3 до 6 месяцев. Впрочем, этого вполне достаточно для того, чтобы решить хотя бы политическую задачу создания благоприятного экономического фона для правящей демократической партии накануне выборов президента. Не исключено, что срок может растянуться до момента торжественной процедуры вступления президента в должность в начале следующего 2014 года. Часть политически ангажированных экономических экспертов акцентирует внимание именно на положительных краткосрочных эффектах. Рисуется картина увеличения платежеспособного спроса населения, что должно потянуть за собой оживление реального сектора экономики и сектора услуг. Говорится о том, что произойдет некоторое снижение курса американской валюты, что укрепит позиции отечественных экспортеров и благоприятно скажется на торговом и платежном балансах США. Наконец, произойдет обеспечение громадного внешнего долга, обесценивание, которое по оценкам сегодня составляет почти 100% ВВП страны. А от этого, мол, должно выиграть вся нация. Подобного рода многообразных рассуждениях много лукавства. Во-первых, как мы отметили, возможные положительные макроэкономические эффекты будут очень кратковременными. Во-вторых, авторы абстрагируются от того, что в 2013 году в стране начнется масштабная фискальная реформа, которая отнюдь не способствует решению проблем занятости. Резко урезаются бюджетные расходы, одновременно повышается уровень налога. В том числе, кончается срок действия налоговых льгот, введенных во время кризиса. В-третьих, рассуждения о том, что выиграют США, выиграет народ далеки от истины. Как всегда, в Америке будут выигравшие и проигравшие. Об этом чуть ниже. В-четвертых, конкуренты США в мире внимательно следят за событиями в Америке и уже начинают принимать ответные действия для того, чтобы американское экономическое оживление не происходило за их счет. Позволю по последнему пункту дать небольшую справку. За несколько дней до официального старта КС-3 за Атлантическим океаном в Европейском центральном банке было принято решение о том, что этот институт начинает массовую скупку долговых обязательств государств-членов ЕС. В правилах скупки есть ряд ограничений. Не всякие бумаги ЕЦБ готов покупать. Но в целом можно говорить о том, что в Европейском Союзе осенью начался старт собственной программы количественных смягчений. Аналитики справедливо говорят о том, что ЕЦБ начинает все больше походить на ФРС, впустившись во все тяжкие, то есть включив на полную мощность свой печатный станок. Фактически о своих количественных смягчениях объявили в конце августа-сентября 2012 года Центральные банки Англии и Японии. Через несколько лет после начала КС-3 Банк Японии объявил об увеличении на 10 трлн йен без малого 130 млрд долларов своей финансовой интервенции, выкуп финансовых активов, доведя программу до 80 трлн йен. Если европейцы увязывают программы количественных смягчений с необходимостью решения своих внутренних проблем, преодоления долгового кризиса, экономическое оживление и тому подобное, то японцы не скрывают в целях количественного ослабления не допустить повышения курса йены по отношению к доллару США. Скептиков среди американских экспертов, оценивающих КС-3, на порядок больше, чем оптимистов. К разряду не просто скептиков, а самых активных противников количественных смягчений выступает известный конгрессмен Пол Рон. Вот его осуждение о КС-3. Это означает, что мы ослабляем доллар. Мы пытаемся ликвидировать долги за счет инфляции. Последствия действий ФРС куда более серьезны, чем простой рост индекса потребительских цен. Суть здесь в ошибочных инвестициях и в том, что люди совершают неправильные поступки в неподходящее время. Поверьте, всего этого очень много. Единственное, чего Бернанке не добился, и я вижу, что это его расстраивает, ему не удалось вызвать никакого экономического роста. Он ничего не может поделать с уровнем безработицы. Я думаю, что страна должна была паниковать из-за слов ФРС о том, что мы потеряли контроль. Единственное, что нам остается, это беспрерывное сотворение новых денег из воздуха, что не срабатывало раньше и не сработает и на этот раз. Можно, конечно, сказать, что Пол Рон имеет устойчивое предубеждение против ФРС, ведь он один из немногих политиков в Капитолии, который не просто критикует Федеральный резерв, а требует его ликвидации, как неконституционного института. Но вот приведем мнение более далеких от политики экспертов кредитно-рейтингового агентства Egan Jonas. КС-3 раздует цены на акции и ресурсы, но, по нашему мнению, оно повредит американской экономике и, как следствие, кредитному качеству. Эмиссия дополнительной валюты и подавление процентных ставок с помощью покупок ипотечных облигаций мало помогают увеличить реальный ВВП США, но сокращает ценность доллара из-за роста предложения денег и, в свою очередь, увеличивает цены на ресурсы. Вспомним недавний рост цен на энергию, продовольствие, золото и другие ресурсы. Увеличение стоимости ресурсов окажет давление на рентабельность предприятий, а также увеличит расходы потребителей, тем самым снижая их покупательную способность. Поэтому, на наш взгляд, КС-3 будет иметь пагубные последствия для кредитного качества США. Как ни странно, но в разряд скептиков можно записать даже самого Бернанке. Нынешний председатель Федерального резерва, человек крайне гибкий, осторожный, сильно зависящий от невидимых простому человеку акционеров ФРС. Но и он не хочет выглядеть полным дураком, не хочет отставить о себе крайне негативные воспоминания финансовой истории США. Вот одно из высказываний Бернанке у КС-3. Я хочу внести полную ясность. Хотя я думаю, что мы можем внести большой и значимый вклад в решение этой проблемы. Я не думаю, что мы сможем ее решить полностью. У нас нет достаточно сильных инструментов, способных решить проблему безработицы. Если КС-3 не решает проблемы занятости, кому она нужна? Кому нужны количественные смягчения? Нет сомнений, что Бернанке хорошо знает устройство денежно-кредитной и экономической системы США и понимает всю бессмысленность решения проблем занятости в стране с помощью программы КС. Ведь Федеральный резерв распространяет новые деньги отнюдь не равномерно по всей экономике. Как это делали бы вертолеты Бернанке, разбрасывая копюры над всей территорией США. Деньги попадают в крупнейшие американские банки, которые накопили громадные портфели ипотечных бумаг. Они с радостью меняют эту макулатуру на законные денежные знаки ФРС. Дальше, если верить лукавым рассуждениям находящихся на службе банков экономистов, эти деньги попадают в экономику, повышают платежеспособность спроса общества, трансформируются в инвестиции, создают новые рабочие места. Но это совершенно не так. Банки не желают начать новую, честную и полезную обществу жизнь. Полученные от ФРС деньги банки направляют туда, где можно заработать максимальную прибыль, то есть на товарные и финансовые рынки, где можно заниматься спекуляциями. В реальный сектор экономики попадут лишь крохи. Новых рабочих мест будет мало. Этого будет недостаточно даже для того, чтобы поглотить прирост новых рабочих рук на американском рынке труда. В рамках КС-2, согласно некоторым оценкам, возникло 700 тысяч рабочих мест. При этом относительный уровень безработицы остался почти без изменения, ведь на рынке появились сотни тысяч новых рабочих рук. Но та программа через покупку казначейских бумаг хоть как-то увеличила бюджетное финансирование государственных, социальных и экономических программ, которые предусматривали создание новых рабочих мест. То есть был какой-то симбиоз монетаризма и кейнсианства. КС-3 возвращение к чисто монетаризму. Так что КС-3 в чистом виде перераспределение богатства в пользу богатых, особенно тех, кто имеет отношение к банковскому миру. Рядовой американец будет нести лишь потери в силу инфляционного роста цен на потребительские товары и услуги. Вот лишь некоторые суждения о тех, кто проиграет и выиграет от КС-3. Экономист Энтони Рандоццо. Количественное смягчение – это причудливый термин ФРС, обозначающий покупку ценных бумаг у предопределенных финансовых институтов, например, их инвестиции в федеральные долги или ипотечные кредиты. По-настоящему – регрессивная программа перераспределения. Она будет увеличивать уровень благосостояния тех, кто уже занят в финансовом секторе или тех, у кого уже есть дома, но принесет мало пользы остальной экономике. Это один из основных драйверов неравенства доходов в рамках системы кланового капитализма. Это больно бьет по перспективам будущего экономического роста из-за содействия ошибочным инвестициям в экономику. Известный американский олигарх Дональд Трамп, не стесняясь, делает следующее заявление о КС-3. Это будет выгодно таким людям, как я. Также лаконично и точно главных бенефициаров КС-3 определяет независимый экономический эксперт Джон Вильямс из организации ShadowStats, анализируя заявление Бернанке о новой программе. Это полная чушь. Фед просто поддерживает банки. Вопрос о том, кому Федеральный резерв конкретно раздает деньги и в каких объемах, всегда интересовал американских политиков. Но это тайна за семью печатями. В разгар последнего экономического кризиса Майкл Блумберг обратился в ФРС с просьбой предоставить ему информацию о банках, получивших деньги от кредитора последней инстанции. Федеральный резерв отказал. Блумберг попытался сделать это через суд, апеллируя к американскому закону о свободе информации, но и это не помогло. Федеральный резерв заявил, что действие закона распространяется лишь на государственной организации. А он к таковым не относится. Федеральный резерв показал Блумбергу, а заодно американским конгрессменам, сенаторам и всему народу Америки, кто в стране настоящий хозяин. Маловероятно, что мы узнаем поименно основных бенефицаров программы КС-3. Скорее всего, это будут всего несколько непотопляемых банков Уолл-Стрит. Мы становимся свидетелями третьего раунда банковской коррупционной операции глобального масштаба. Банковские скандалы как отражение закулисных разборок ФРС. Мировые банки – непрерывная череда скандалов. Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации на финансовых рынках, по завершении первой волны кризиса 2007-2009 годов, спокойная жизнь для мировых банкиров так и не наступила. С начала текущего десятилетия мы наблюдаем непрерывную череду скандалов по кругу банков, составляющих ядро мировой финансовой системы. Раскрываются нарушения и даже преступления, совершенные банками в разные годы. Проводятся официальные расследования деятельности банков финансовыми регуляторами, судебные процессы. Банкам приходится выплачивать крупные суммы штрафов. Круг банков, тягиваемых в эпицентр скандалов, непрерывно растет. Началось все со швейцарского банка УБС, который был обвинен властями США в укрывательстве средств американских налогоплательщиков. В 2010 году банк УБС сломался, раскрыв информацию о своих американских клиентах и переведя в казну США сотни миллионов долларов. После чего американцы принялись потрошить другие банки Швейцарии, а затем банки других стран. Облагали их штрафами, уничтожали понятие банковской тайны, фактически заставляли иностранные банки доносить на своих клиентов. Далее начались серии скандалов, связанных с выявлением нарушений банками мирового калибра санкций в отношении Ирана, Кубы, КНДР. В списке обвиняемых оказались гиганты Лондонского сити. Барклайс, ХСБС, Королевский банк в Шотландии, Стандарт Чортерт, банки других стран Европы. Многие из этих банков одновременно обвинялись в отмывании грязных денег, сотрудничестве с наркомафией и даже финансировании терроризма. Обвинения исходили от финансовых регуляторов США и Великобритании. Закончились все выплатами гигантских штрафов, исчислявшихся сотнями миллионов долларов в расчете на один банк. Максимальный штраф заплатил в 2012 году банк ХСБС 1,9 млрд долларов. В середине лета 2012 года начался скандал, связанный со ставками Либор. Крупнейшие банки, преимущественно европейские, были объединены в манипуляциях со ставками на междубанковском лондонском рынке кредитов. Эффект от манипуляции очень велик, так как на ставки Либор ориентируются финансовые рынки, исчисляемые сотнями триллионов долларов. Фактически речь шла о том, что полтора десятка банков мирового калибра образовали картель, зарабатывая миллиарды долларов на манипуляциях ставками Либор. С молчаливого согласия центральных банков и финансовых регуляторов в мае сего года выявилось, что ряд банков манипулировал другой ставкой, которая называется ICDAFIX, и на которую ориентируется рынок производства инструментов в 379 триллионов долларов. Началось расследование, которое грозит перерасти в скандал такого же масштаба, как и история Слибор. Текущим летом началась серия скандалов, связанных с тем, что банки вышли за пределы финансовых рынков, обосновались на рынках товаров и энергоносителей, занимаясь манипуляциями с ценами. Федеральная комиссия по регулированию энергетики США обязала британский финансовый конгломерат Barclays выплатить штраф за манипулирование ценами на электроэнергию в штате Калифорния. В конце июля пришло сообщение, ФЕРК обвинила крупнейший финансовый конгломерат Америки JP Morgan Chase в манипулировании рынками электроэнергии, прежде всего в штате Калифорния и на среднем западе США. Теперь банку в Солд-Стрит грозит штраф в размере 400 миллионов долларов. Эксперты намекают, что так финансовые регуляторы и прочие надсмотрщики могут добраться даже до знаменитого лондонского золотого фиксинга, фиксирующего с 1919 года. Этот фиксинг представляет собой процедуру определения цены золота. В ней участвуют всего 5 компаний и банков, находящихся в сфере влияния клана Ротшильда. Кухня этого фиксинга толком неизвестна, но все участники мирового рынка желтого металла так или иначе ориентируются на лондонские котировки. Цены золотого фиксинга прямо или косвенно оказывают влияние не только на рынок желтого металла, но все финансовые рынки. Золотой фиксинг – своего рода центр управления мировыми финансами узкой группой ростовщиков. Неужели какие-то регуляторы могут замахнуться на святая святых мировых финансов? Последним в череде банковских скандалов стало выдвинутое в июле 2013 года органами Европейского Союза обвинение в адрес 14 участников рынка кредитных дефолтных свопов КДС, представляющих собой разновидность финансовых производных инструментов. Ведущие американские и европейские банки были уличены в картельном сговоре по созданию внебиржевого рынка КДС, который находился полностью вне сферы контроля со стороны финансовых регуляторов. Создав этот серый рынок, банки Олл-Стрит и Лондонского Сити во многом спровоцировали финансовый кризис 2007-2008-2009 годов. Некоторые особенности банковских скандалов бросаются в глаза, что обнародование фактов различных банковских преступлений происходит, как правило, не по горячим следам, а через несколько лет после того, как эти преступления совершены. А ведь такие преступления не иголка стоги сена. О них финансовым регуляторам и участникам финансовых рынков всегда известно заранее. Так что банковские скандалы – это реализация заготовок, которые ждут своего часа. Многие скандалы имеют экстратерриториальный характер, то есть финансовые регуляторы и суды начинают расследование и преследование банков, имеющих статус нерезидентов. Особенно активно такими экстратерриториальными расследованиями и преследованиями занимаются власти США. Больше того, финансовые регуляторы Министерства юстиции США, суды США, гораздо больше поглощены расследованием деятельности не своих американских банков, а банков иностранных, особенно европейских. Если власти США и начинают расследование в отношении американских банков, то кончаются они гораздо более мягкими наказаниями по сравнению с банками Старого Света. Помимо американцев, наибольшей активностью по преследованию банков отличаются власти в Великобритании. Там этим занимается такой финансовый регулятор, как Financial Service Authority – ФСА. Примечательно, что ФСА действует автономно от Банка Англии. Некоторые инициативы финансового регулятора вскрывают халатность Центрального банка страны, а то и молчаливое поощрение различных нарушений в банковской сфере. В целом, на сегодняшний день банковские скандалы нанесли особо большой ущерб европейским банкам. Конечно, банки Олд Стрит также не раз платили штрафы, но на порядок или два порядка более низкие, чем банки Европы. И только по требованиям своих американских регуляторов и судов. Европейские регуляторы вообще не дерзают подвергать штрафам за океанских банкиров. Европейские банки теряют убытки. Типичный европейский банк, пострадавший от судебно-прокурорских преследований Deutsche Bank. Формально банк немецкий, крупнейший в Германии, но де-факто международный, находящийся под контролем Ротшильдов. Из-за скандалов, прежде всего по поводу ставки Либор, понес серьезные убытки. Если в 2011 году чистая прибыль банка была равна 4,3 миллиарда евро, то по итогам 2012 года она упала до 0,7 миллиарда евро. Самый низкий показатель с кризисного 2008 года. Но период 2013-2015 годов руководство банка вынуждено было объявить режим жесткой экономии. У другого фигуранта скандалов Королевского банка Шотландия, Royal Bank of Scotland, входящего в империю Ротшильдов, положение еще хуже. Он серьезно пострадал во время последнего кризиса и фактически был национализирован. 80% капитала было выкуплено английским правительством. Если в 2011 году убытки РБС были равны 2 миллиардам долларов, то по итогам 2012 года они возросли в 4 раза до 8 миллиардов долларов. Однако особого внимания заслуживает британский банк Barclays с активами около 2,3 триллиона долларов. Он является фигурантом почти всех скандалов последних лет. Вместе с тем банк Barclays возглавляет многие мировые рейтинги банков. Например, около двух лет назад были опубликованы результаты компьютерного анализа базы данных по миллионам банков и компаний различных стран мира. Работа была проведена специалистами Цюрихского технологического института. Целью работы было выявить ядро мировой экономической финансовой системы. В ядре оказалось 147 компаний и на вершине этой узкой группы стоит британский банк Barclays. Правда, анализ проводился на основе данных за 2007 год. И выводы швейцарских ученых относятся к тому времени, когда Barclays еще не начал подвергаться преследованию. И вот на днях в США в СМИ появилось сенсационное сообщение о том, что в балансе знаменитого банка образовалась дыра размером почти 20 миллиардов долларов. Означенная дыра, оценка нехватки собственного капитала. Это сенсационное сообщение можно воспринять как еще один удар по репутации знаменитого банка. Подобные и даже большие дыры имеют почти все крупные банки Олд-стрит. Barclays – банк, входящий в империю Ротшильдов. До последнего времени он негласно выступал дирижером других банков на многих финансовых рынках. Кстати, Barclays участвует в лондонском золотом фиксинге, в котором все пять участников равны, но этот банк более ровный. По мнению некоторых аналитиков, после того, как в 2004 году лондонский банк NM Rothschild и Sons вышел из фиксинга, Ротшильды продолжили участвовать в определении цен на золото, действуя через Barclays. Противоборство двух кланов Есть достаточно фактов, позволяющих говорить о том, что банковский мир вошел в затяжную фазу управляемого хаоса или управляемого кризиса. И здесь встают сразу несколько вопросов. Кто управляет этим хаосом кризисом? Каковы цели этого управления? Когда завершится фаза хаоса кризиса? Существует ли риск потери управления? Есть достаточно убедительные конспирологические версии того, что после краха СССР мир стал управляться из одного центра, который часто называют мировым правительством. Многие влиятельные СМИ уже давно перешли от позиции всяческого отрицания факта существования мирового правительства к его признанию. И даже в каком-то смысле стали проводить пиар-акцию в его пользу. Некоторые публикации о заседаниях Бильдербергского клуба можно вполне отнести к разряду таких пиар-акций. Однако анализ событий последних лет в банковском мире приводит к несколько иным выводам. Банковские скандалы свидетельствуют о том, что глобальная элита далека от консолидации. Она разделена по группам интересов. Идет напряженная и непримиримая борьба различных групп за выживание, влияние и мировое господство. Принято считать, что мировые банкиры и мировая элита понятия в значительной степени совпадающие. Там где деньги, там власть и борьба за еще большую власть. Банковские скандалы обнажили противоречия и линии борьбы внутри мировой элиты. Часто эти противоречия сводятся к борьбе двух банковских групп, нового света и старого света. К борьбе американских и европейских банков. Иногда журналисты, упрощая проблему, говорят, что борьба идет между банками Уолл-стрит и банками Лондонского сити. Как уже сказано, жертвами банковских скандалов становятся в первую очередь европейские банки и среди них британские банки Лондонского сити. Однако с моей точки зрения, такой географический подход к анализу банковских скандалов слишком огрубляет картину. Более правильно говорить о борьбе двух основных финансово-банковских кланов Ротшильдов и Рокфеллеров. Именно они являются на сегодняшний день главными акционерами Федеральной резервной системы США. А Федеральный резерв – центральный институт мировой финансовой системы. Пока у Запада был общий враг в лице СССР, противоречия между главными акционерами ФРС отходили на второй план. Сегодня, после глобального финансового кризиса, дальнейшее существование ФРС находится под угрозой. У главных акционеров возникли разные представления о выходе из кризиса. Обострились противоречия. Каждый начал тянуть одеяло в свою сторону. Ротшильды и Рокфеллеры начали раскачивать лодку под названием «Мировая финансовая система». Правда, в мае 2012 года произошло событие, которое многие сочли знаковым. Речь идет о том, что династии Ротшильдов и Рокфеллеров в Европе договорились о стратегическом альянсе. В рамках альянса объединялись активы, зарегистрированные на бирже инвестиционного траста Джейкоба Ротшильда, РИД Capital Partners и компании Рокфеллер Financial Service. РИД приобрела 37% акций в компании, управляющей активами Рокфеллеров. Кто-то оценил это событие как прекращение войны между кланами и знак консолидации мировой олигархии под эгидой Ротшильда-Рокфеллеров. Я же убежден, что акция была символической, цепной реакцией не последовало. Примечательно, что до недавнего времени все основные инициативы по расследованию незаконных и преступных действий банков исходили от Вашингтона. Определенную активность проявлял Лондон, который, о ужас, начал преследовать Ротшильдские банки. Некоторые эксперты объясняют такую непатриотическую позицию британских властей тем, что нынешнее руководство страны стало как никогда сильно зависеть от Вашингтона. Европейский союз, континентальная Европа до последнего времени не проявлял никакой инициативы в расследовании неблаговидных дел банков. Однако последний скандал, связанный с картельным сговором по поводу СДС, показал, что Бруссель, Европейский союз, также проснулся и стал втягиваться в глобальную игру под названием «банковские расследования». В середине 2013 года вовлеченными в опасную игру оказались все основные государственные и надгосударственные институты Запада. Это еще более осложняет понимание общей картины. Риск того, что банковский мир из состояния управляемого хаоса перейдет в состояние неуправляемого штопора, возрастает с каждым месяцем. Впрочем, можно однозначно утверждать, что подковерная борьба двух банковских кланов ослабляет в целом позиции той некогда консолидированной силы, которая олицетворялась с Федеральной резервной системой. Конечно, схема борьба двух банковских кланов до некоторой степени огрубляет реальную картину. Ряд авторов детализирует эту схему. Например, российский ученый Владимир Павленко обращает внимание на то, что внутри клана Ротшильдов идет противоборство за первенство между английской и французской ведвями рода. Многие авторы совершенно верно подмечают, что целый ряд банков мирового калибра утратил четкую принадлежность к тому или иному клану. Например, тот же Павленко обращает внимание на некоторые банки Олд Стрит, которые находятся под совместным контролем обоих мировых кланов. Например, банк Джи Пи Морган. Многие аналитики полагают, что кроме Ротшильдов и Рокфеллеров в мире имеются также другие влиятельные центры интересов. Например, Ватикан. Причем не только и не столько как духовно-религиозный центр, а именно как центр финансового влияния. Третья сила или группа внутри клана. Мы привыкли к утверждению, что миром правят банки. Однако, обозначившееся ослабление ряда банков из ядра мировой финансовой системы, по мнению некоторых экспертов, может привести к тому, что силу, власть и влияние перехватят те, кто не принадлежит ни к банковскому клану Ротшильдов, ни к банковскому клану Рокфеллеров. Их можно назвать третьей силой. Эту третью силу связывают прежде всего с представителями государственного аппарата США, Великобритании, других стран Запада, не входящих в прямую зависимость от современных ростовщиков. Существуют данные об оппозиции банкстерам в государственном аппарате США. Так, Дэвид Уилкор говорит о антибанковском заговоре в Америке, который готовится федеральными маршалами США. Примером смелого шага таких маршалов он называет расследование, начатое против банка Барклайс по поводу манипуляции ставками Либор. Уилкор обращает внимание на то, что расследование было начато комиссией по срочной фьючерной торговле сырьевыми товарами, независимым ведомством при Министерстве юстиции. Однако Министерство юстиции лишь небольшая часть третьей силы США. Ядром оппозиции банковскому истеблишменту Уилкор называет Министерство обороны США. Скандал, вызванный разоблачениями Эдварда Сноудена, породил много публикаций о настроениях сотрудников американских секретных службах. То, что оппозиционеров господству банкстеров в спецслужбах Америки сегодня немало, подтверждается. Можно предположить, что в Пентагоне их еще больше. За последние годы ряд высших чинов Пентагона высказывался против военных авантюр США в разных районах мира. Правда, в своей критике военные не заходили слишком далеко. Не увязывали напрямую эти авантюры с финансово-банковской элитой Америки. Обсуждение темы шпионского скандала высветило также проблему относительной автономности спецслужб США от остального государственного аппарата и денежных властей. В стратегическом плане спецслужбы хотели бы играть самостоятельную роль, возглавить третью силу, рассчитывая при этом включить в ее состав военных, а также компании, занимающиеся компьютерным и коммуникационным бизнесом, информационными технологиями. В первую очередь интернет-компании. Лозунг третьей силы прост. Информация – это деньги, сила власти. Имея своих людей во всех эшелонах власти США, третья сила намеревалась провести в Вашингтоне мягкий переворот, резко ограничив власть банкстеров США. Речь идет о планах по проведению полного аудита ФРС, восстановлению закона Гласса-Стигала, ужесточению закона Додда-Франка и другое. Причем третья сила имеет широкую социальную базу в США и во всем мире, учитывая растущие настроения людей против банков, вспомним движение «Оккупируй Уолк-Стрит». Думаю, что уже осенью 2013 года со стороны третьей силы могут последовать сильные удары в адрес банкстеров. Кроме всего, в ближайшее время мы услышим о новых разоблачениях банков и новых скандалах. На новом веке истории давление третьей силы на американских банкстеров может выйти за рамки чисто законодательной инициативы. Законодательное давление. Против банков «Олд-Стрит» могут начаться серьезные расследования со стороны федеральных маршалов, административно-судебное давление. Потренировавшись на европейских банкстерах, они могут вступить в жестокую схватку со своими собственными. Уже текущим летом, в самый разгар шпионского скандала, начался серьезный наезд со стороны Министерства юстиции и Комиссии по ценным бумагам и биржам Генеральной прокуратуры США на Bank of America. А ведь это, пожалуй, самый Рокфеллеровский банк. Он обвиняется в недобросовестных и даже мошеннических операциях с ипотечными бумагами. Накануне и в период финансового кризиса 2007-2009 годов, пока давление на банк носит дозированный характер, но в любой момент оно может быть переведено в разряд вселенского скандала. Здесь надо иметь в виду, что Рокфеллеры, в отличие от Ротшильдов, не только банковский клан. Империя Рокфеллеров, помимо банков Уолл-стрит, включает в себя нефтяные компании мирового штаба и военно-промышленный комплекс, к которому примыкают компании хай-тек и многочисленные американские спецслужбы. Как уже сказано, клан Ротшильдов не является собой единый монолит. Внутри него ведется постоянная борьба между отдельными ветвями, прежде всего английской и французской. То же самое можно сказать и про клан Рокфеллеров. Попытки обуздать алчность банков Уолл-стрит в последние годы возникают не только под давлением в широких слоях общества, но и в результате недовольства части американской элиты, входящей в состав империи Рокфеллеров. Это недовольство пока не выливается в организацию громких скандалов вокруг тех или иных банков Уолл-стрит. Скорее оно проявляется в непрерывных попытках законодательно ограничить банковский беспредел Уолл-стрит, угрожающий существованию американской государственности. При этом у американских конгрессменов и сенаторов уже подготовлены заготовки более радикальных актов, чем те, которые принимались до сих пор. Например, акта о полной ликвидации Федерального резерва как нелегитимной структуры или акта о национализации частных банков. Эти акты обсуждались в разгар последнего финансового кризиса, но тогда набрали весьма скромное количество голосов в свою поддержку. Не исключено, что те силы, которые Дэвид Уилкок назвал федеральными маршалами при наступлении второй волны финансового кризиса, сумеют поставить наконец под свой контроль взорвавшуюся финансовую олигархию из клана Рокфеллеров. Однако в таком случае в банковском мире хозяевами положения могут оказаться Ротшильды. За внешней однополярностью современного мира, панамерикана, скрываются острейшие противоречия различных групп мировой олигархии. Иногда эти противоречия вырываются наружу, в том числе в виде громких банковских скандалов. Мы предполагаем, что лавина таких скандалов будет нарастать и вполне вероятно, что пресловутый управляемый хаос может тогда перерасти в неуправляемую стихию.